Здравствуйте, меня зовут Виталий Микряков. Я врач-хирург, косметолог, кандидат медицинских наук. И в этом видео я отвечу на вопрос, какие же цвета удаляет неодимовый Косвич лазер. Поехали! Как возник этот вопрос? Постоянно идут споры, мне задают вопросы на тему, а можно ли убрать зеленый цвет или синий цвет при помощи неодимового лазера. Кто-то заявляет, что он может удалить все цвета, а кто-то говорит, что это невозможно. Поэтому давайте разберемся. Итак, неодимовый Косвич лазер может излучать основную длину волны 1064 нанометра и при помощи специальной насадки калий-титанилфосфата получить удвоение частоты и изменение длины волны до 532 нанометров. И это все. Все, на что способен неодимовый Косвич лазер. Существует достаточно много мифов о том, что у компактного китайского лазер эконом-класса присутствуют дополнительные длины волн, такие как 1320 или 755, которые получаются при помощи специальных световых фильтров. Ну, мягко говоря, это введение в заблуждение. Длина волны 1320 нанометров. Действительно, она входит в спектр излучения неодима, однако получить ее гораздо сложнее, чем просто надев световой фильтр. Длина волны 755 нанометров вообще не входит в спектр излучения атомов неодима и принадлежит александритовому лазеру. Отличить ее достаточно просто. Вспышка такого лазера будет ярко-красного цвета. И если, когда вы наденете насадку на свой неодимовый лазер, у вас нет красной вспышки, то тогда у вас, значит, нет длины волны 755 нанометров. Теперь вспоминаем физику. Чтобы понять, какие цвета хорошо удаляются, а какие плохо, нужно понимать спектры их поглощения. Черный пигмент поглощает все длины волн и он является идеальным кандидатом для удаления. Красный цвет хорошо поглощает длину волны 532 нанометра и поэтому неодимовый лазер также хорошо справляется с этим пигментом. Зеленый, синий, желтый, белый цвета очень плохо поглощают длины волн неодимового лазера. Поэтому для их удаления требуются совершенно другие длины волн. К сожалению, нет волшебной методики, которая бы позволяла на стандартных неодимовых лазерах удалять именно эти цвета. Поэтому если вы слышите, что у кого-то есть авторский секретный метод, что если кто-то заявляет, что он способен удалить эти цвета при помощи неодимового лазера, то нужно отнестись к этому как минимум скептически, потому что физика есть физика и против ее законов не попрешь. Опять же нужно уточнить, что происходит с кожей, если у него получается удалить эти цвета, потому что удалить их без повреждения кожи при помощи длин волн 1064 нанометра и 532 нанометра не представляется возможным. Что же делать с такими цветами как синий, зеленый, белый, желтый? Для них требуются другие длины волн. Такие, например, как александритовый лазер 755 нанометров, которые работают как в наносекундном, так и в пикосекундном диапазоне. Существует ограниченное число исследований, которые показывают превосходство этой длины волны для удаления этих цветов. Поэтому в идеале для того, чтобы работать с разными цветами татуировок необходимо иметь разные лазерные аппараты с соответствующими длинами волн. И еще лучше это иметь наносекундные и пикосекундные аппараты. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите свои вопросы в комментариях, а я постараюсь на них ответить. С вами был Виталий Микрюков. Всем пока!